Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, я эксперт по управлению реальностью с помощью наших мыслей. Рассматриваю, рассказываю, объясняю, как именно мы создаем с вами свою жизнь, свою реальность, исходя из того, что живет в нашей голове. Вот есть такие люди, которые рассказывают, как тренировать наши мышцы, чтобы иметь красивое тело. Есть такие люди, которые рассказывают, как правильно питаться, чтобы опять-таки иметь красивое тело. А я рассказываю о том, как правильно тренировать свой мозг для того, чтобы иметь ту жизнь, которую вы хотите, а не ту, которая с вами случается. И сегодня я хочу затронуть тему, которая, в общем-то, постоянно, наверное, является одной из наиболее актуальных. Это тема бедного и богатого мышления, и меня на эту тему натолкнула очень простая история. Когда я выставила в сторис по просьбам цены, которые есть в Италии, где я сейчас нахожусь, так как в Украине сейчас, к сожалению, проходят военные действия. И когда я выставила чек, я начала видеть комментарии, что вот в другом магазине дешевле можно найти воду, а вообще в этом супермаркете лучше не покупать, а лучше ехать куда-то в другой супермаркет. А если ходить еще на рынок, то там будет так. И очень часто вообще, когда мы входим в какую-то коммуникацию, я слышу от людей фразу, начинающихся со слов. Вот самое дешевое средство. И вот знаете, вот этот момент самого дешевого или, например, возможность потратить целый день своего времени для того, чтобы поехать в другой супермаркет и купить там масло, которое там на пол евро дешевле, вот, но при этом потратить полдня, вот, а там купить яйца, пойти пешком. И, в общем, очень радуется, что ты за день сэкономил 10 евро, да, там, в выходной, скорее всего, свой день, вот, потому что есть же еще и у людей, наверное, одни рабочие. Вот, и это является как бы победой и достижением. Мне это зрелище всегда напоминает только, к сожалению, картину, которую мы видим с пенсионерами, да, которые смотрят что-то подешевле, покупают что-то попроще, и, к счастью, сейчас уже мы активно видим, по крайней мере, в своей стране, в Украине я наблюдаю и сама принимаю участие в том, когда вижу бабушек, дедушек, да, людей, у которых ограниченное количество денег, это оплачиваешь им на кассе или берешь еще что-то дополнительно, вот, и так далее, да, то есть таким образом помогаешь. Но когда нормальный взрослый человек постоянно думает о том, как дешевле, это не странно, можно сказать, это наши суровые будни, люди так и говорят, и говорят, что болеть сейчас нельзя, потому что лекарства дорогие, это все абсолютная правда. Но есть один важный момент. Когда мы фокус своего внимания сбрасываем исключительно на то, чтобы думать о том, как сэкономить, о том, как все дорого, о том, что и умирать сейчас дорого, место на кладбище нужно покупать, то какая-то неправильная история складывается про нашу жизнь. Я хочу начать со своего любимого очень короткого вступления, что когда мы пришли в этот мир, мы пришли для того, чтобы получить некий опыт, точно не для того, чтобы родиться и умереть, и заработать себе на квартиру или дождаться, пока умрет прабабка, и поделить с сестрой свою квартиру, вот, желая сестре всего самого худшего, потому что она не так ухаживала за прабабкой, как вы, или, как по вашему мнению, недостойно возненавидеть свою сестру, вот попасть в такой сериал Санта-Барбары, в котором живет огромное количество людей, где вся жизнь складывается вокруг какой-то коробки, в которой живет человек, потому что, ну, что такое дом, да, или квартира, или комната, это коробка. Вокруг того, как заработать каких-то денег, чтобы на что-то хватило, и вокруг обсуждения того, какие сволочи, что кто-то что-то украл или сделал не так. Но точно жизнь не про это. Жизнь — это богатейший человеческий опыт, в течение которого мы с вами меняемся, приобретаем новые ценности, проходим некие этапы жизненные для того, чтобы мы трансформировались, для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы становились лучше, для того, чтобы. И это точно не грустная история про то, как купить масло подешевле или найти суперсредство дешевое, которое, значит, можно, которым можно убрать на топтыши, простите, или что-то там еще. Так почему наш мозг так думает? Ну вот вопрос, почему наш мозг постоянно ищет, думает про самое дешевое, вместо того, чтобы подумать, а как ему больше заработать? А что я еще умею делать? И тут, конечно же, у человека всковыривается миллиард жизненных убеждений о том, что его не возьмут на работу, у него не то образование, там везде все по блату. И вот я хочу вам сказать сейчас не просто демагогию провести, а рассказать вам очень простую вещь, что вот эти все убеждения, именно так называются ваши отговорки, то есть вы теперь знаете, что убеждения это то, почему вы объясняете, что у вас что-то в жизни не получается. И если мы говорим про деньги, то вот эти ваши убеждения можете прям сразу брать вот так себе блокнотик, ручку и выписывать, почему нет, почему вы сейчас не можете заработать. И дальше вот это убеждение, знаете, под микроскопом рассматривать его природу, например, потому что невозможно найти работу, неужели ни один человек в мире не может найти работу хорошую? А кто же тогда те люди, которые упают? Есть такие люди? Есть. Они украли или у них богатые родители? Хорошо. А все ли украли? Где они украли? Как они украли? И у всех ли у них богатые родители? Есть ли хотя бы кто-то в моем городе, даже не на планете Земля, у кого родители были не богатые, а у него что-то получилось? Дай-ка я посмотрю в интернете, что это? Одним из самых ценных качеств, которые существуют у человека, и я буду вам об этом говорить постоянно, это так называемая рефлексия. Давайте введем это модное слово, которым даже называется урок у детей у меня в школе. Рефлексия. Рефлексия – это способность обдумывать, анализировать свое состояние, свои мысли, свои убеждения, способность задавать вопросы. Не просто тупо следовать, а задавать вопросы – это главное качество, которому я учу детей. Не быть тупыми следователями, потому что учитель сказал, директор сказал. Я всегда ему объясняю, что учитель, директор, мама с папой, взрослый любой – это просто человек, обычный человек, которому свойственно ошибаться, принимать неверные решения или принимать верные решения для себя, но не для тебя. Поэтому думай своей головой. Она не для того, чтобы есть конфеты и не для того, чтобы смотреть постоянно в айфон. Нет, она для того, чтобы думать. И я постоянно качаю этим своих детей, постоянно заставляю их анализировать, думать. И это прекрасно работает, потому что рядом со мной появляются осознанные, думающие и точно более умные люди, чем я. Потому что я считаю, что это нормально, когда каждая новая веточка, новое деревцо становится лучше. Я считаю, что каждое поколение, которое рождается, оно рождается, должно рождаться более классным, осознанным. Осознанным – это как выход нового айфона. Можно сколько угодно говорить о том, что новый айфон такой же, как и старый, но нет. Если вы будете регулярно менять айфоны, а поверьте, я знаю, о чем говорю, то вы однозначно увидите эту глобальную разницу. Вот то же самое с нашими детьми. Поэтому возвращаемся к моменту рефлексии, осознанности, вдумываний. Когда вы начнете задавать себе такие вопросы, я не могу заработать почему, потому что у меня нет нужного образования. А обязательно ли людям нужно образование? Может быть им нужны мои навыки и умения? А попробую-ка я посмотреть. Если бы у меня было, я бы смог найти работу. И вот когда вы начинаете об этом думать, вы попадаете в огромное пространство возможностей. И тут может сработать ваше главное убеждение, что вам страшно. Вам страшно, что вы можете из той жизни, из той коробки, в которой вы сидите сейчас, перейти в другую. Что вам страшно, что придется для этого делать что-то новое. А точно придется. Что придется становиться другим человеком. А точно придется. Но задайте себе главный вопрос. А рождены вы для чего? Для того, чтобы всю жизнь просидеть в одной обувной коробке, уж простите за сравнение, но так или иначе наша жизнь, наша картина мира, когда она складывается в некую постоянную вот такую коробочку, она для нас похожая. И какой бы она ни была, маленькая однушка, коммуналка с папой, с мамой, с котом, с собакой или большой роскошный дом, если развития нет, то идет деградация. В мире нет ничего постоянного. Если вы каждый день не развиваетесь, и вам кажется, что вы дошли до какого-то уровня, это ошибка. Потому что если вы дошли и не идете вперед, то вы катитесь назад. Тут как в Алисе, стране чудес. Чтобы оставаться на месте, нужно бежать быстро. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать там с удесятеренной скоростью. Мы живем в новых реалиях. И так происходит. Посмотрите, насколько сдвинулись сейчас вообще парадигмы во всем. Например, раньше человек для того, чтобы заработать денег, должен был там вырастать, становиться взрослым. Сейчас полно 14-12-летних, 10-летних. И я не только говорю про гениев, я говорю про классных блогеров, про классных исполнителей. И про классных, талантливейших детей, изобретателей, айтишников малых. Которые уже заработали огромные деньги. И эта история не про деньги, это история про изменившийся мир. Ну давайте, пойдем дальше. Совсем недавно мне казалось, что в 30 лет наступает старость. И в принципе женщина, которая после родила ребенка, да, там после 30 лет или ближе к 40, выглядела обычно как тетя, как женщина. Сегодня мое поколение, да, такое 30, ближе к 40, поколение выше, старше меня 40+, выглядят так, что дадут форы 20-летним девочкам. И это не история там исключительно про пластику, про накаченность. Ну все разные. Но мы видим, что сегодня можно быть стройной, красивой, подтянутой, спортивной. Вернемся к слову спорт, культ спортивности. Есть и какое-то время назад. Спортивные залы, фитнес-клубы. Это, знаете, была либо зарядка, либо фитнес-клубы для очень богатых людей. Тысячи долларов стоили, я помню, когда открылись первые фитнес-клубы, это 2000-й год, ну вот те 2000-е, это было очень дорого. То сейчас это доступно каждому. Я вам скажу больше. Вот я, например, сейчас нахожусь в Италии, и нет у меня тут фитнес-клуба, но у меня есть прекрасный ютуб, коврик, гантели и улицы, да. И вполне достаточно для того, чтобы привести себя, вернуть там себе форму или создать себе форму, и погнали. Все находится в нашей голове. Мир сильно поменялся. И возможностей зарабатывать сегодня, благодаря тому же интернету, просто невероятное количество. И вот вы, вместо того, чтобы знакомиться с этим, вместо того, чтобы смотреть такие видео, чтобы после этих видео не закрывать их и не идти опять искать масло подешевле, а думать о том, что я могу сделать, включать свой мозг, проходить классные тренинги, накачиваться, нет. Люди вместо этого предпочитают искать масло подешевле и говорить о том, что, ну, типа, жизнь тяжелая, сейчас много не заработать. И причем, вы знаете, ведь такие разговоры идут вне зависимости от той страны, в которой ты живешь. Ведь есть средняя статистика, есть средняя статистика, сколько зарабатывают люди, например, там, в Италии. И это небольшие суммы. Люди, которые парятся, какую коммуналку там они платят, и так далее, и так далее. И едва сводят концы с концами, и вся их жизнь построена на этом. Задайте себе сегодня главный вопрос. Я правда думаю, что вся моя жизнь про это? Я правда думаю, что все, что мне осталось в жизни, это искать варианты, как сэкономить, как купить подешевле. И никакого развития, никакой истории про меня, никаких моих глобальных целей, мечт не может для меня конкретно существовать. Для кого-то существует, а для меня нет, потому что... Вот и напишите себе, а почему? А почему, собственно, нет? Если когда-то у вас появится желание, а я очень надеюсь, что это произойдет, поработать над собой, раздвинуть свою парадигму, поработать над своим мозгом, понять, каким образом ваши мысли создают вашу реальность, каким образом вы можете перепрограммировать свой мозг, каким образом вы можете войти на новую жизненную линию и создать ту жизнь, которую пока что вам даже страшно представить, и представить ее, я всегда буду вас ждать на своем главном марафоне, которое является сейчас делом моей жизни, он называется Рерайтер жизни. Я уже миллион раз о нем рассказывала, если вы о нем не слышали, то под этим видео будет обязательно ссылочка, перейдите и посмотрите. Первого числа стартует новый поток этого марафона. Каждый месяц первого числа я делаю запуск. Мне кажется, ничего более увлекательного, интересного и ценного для себя сегодня придумать невозможно. Вы можете менять мужчин, женщин, вы можете менять страну, в которой вы живете, вы можете менять все, что угодно, но ваш мозг и его умение достигать того, что вам нужно, создавая свою реальность, навсегда останутся с вами и прослужат вам гораздо больше, чем даже новенький айфон. Но учитывая, что сегодня знания стоят очень недорого, а дают огромные инвестиции, мне кажется, лучшего подарка себе сделать невозможно. Поэтому подумайте и когда будете готовы, вспомните про Олю Ермилову, вспомните про рерайтер жизни, на которую вы рано или поздно обязательно попадете. Будет интересно узнать ваше мнение, оставляйте свои комментарии, не ленитесь ставить лайки, мне это всегда приятно. Субтитры создавал DimaTorzok